Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Самарскую область 20 августа. Об этом говорили на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19. Обеспечивать порядок на избирательных участках будут почти 2000 сотрудников полиции. 13 сентября в Самарской области пройдет единый день голосования. Воссоздают историю по крупицам. Активисты Самарского поискового движения передадут родственникам Владимира Матросова, погибшего в годы войны, его документы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ситуация стабильна, и число заразившихся в последние дни колеблется в одних и тех же пределах. В ближайшее время в регион поступит первая партия вакцины. Когда именно узнали наши корреспонденты? Первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Самарскую область 20 августа. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Координации вакцинирования начнутся в ближайшее время. И все это на фоне снижения заболеваемости вне больничной пневмонией почти на 11%. Выводы сделаны на основании результатов компьютерной томографии, охват которой все это время остается прежним. Что касается свободного коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией, то сейчас он составляет более 99%. Но поскольку у нас отмечалось количество, ну достаточно стабильное, 45-50-53 ежедневное, да, и то, что она у нас не стремилась к уменьшению, а все-таки колебалась в сторону увеличения, пока не дает нам возможности зафиксировать стабильное снижение заболеваемости. То есть у нас пока идет незначительная, но нестабильная ситуация. Проводивший заседание председатель правительства Виктор Кудряшов заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением масочного режима. Все сферы бизнеса уже работают, но не везде соблюдаются санитарные нормы. Информацию о грубых нарушениях нужно передавать в Роспотребнадзор и чаще напоминать предпринимателям о том, что за нарушение противоэпидемиологического режима возможны санкции вплоть до приостановки деятельности учреждений до 90 дней. Усиление контроля особенно важно в тех муниципалитетах, где число зараженных превышает средние показатели по региону. Попрошу к следующему понедельнику подготовиться. Это вот главный Новокурбышевск, Ставропольский район, Самару, Сызрин и Соклинский район, где заболеваемость выше среднеобластного уровня. И, конечно, надо продолжать контроль за объектами потребительского рынка. Сегодня практически все сферы бизнеса открыты, все работают, но не везде. Например, в кафе, ресторанах у нас официанты работают, в масках и в перчатках. В целом участники встречи отметили, что показатели второго этапа снятия уравновешены. Для перехода на следующий этап необходимо, чтобы ситуация оставалась стабильной на протяжении пяти дней. Виктория Шарея, События. Самарские школы готовятся принять учеников. В отремонтированные помещения завозят мебель и оборудование. В 162-й завершается капитальный ремонт. Чтобы успеть к сроку, подрядчику придется перейти в круглосуточный режим работы. Олег Зверев увидел, какой будет обновленная школа. Капитальный ремонт Самарской школы номер 162 на завершающей стадии. До окончания работы осталось 10 дней. Учебное заведение изменилось радикально. Проведено усиление строительных конструкций, установка новых систем отопления, электрики, водоснабжения, канализации, замена окон, утеплений, фасады и чердака. Осталось выполнить отделочные работы и благоустройство. Идет полностью внутренняя отделка. То есть одновременно работают и устройства потолков, и полов, и отделка стен. Поэтому вся школа идет в работе. Работа проведена большая, но по данным Департамента образования Самары, подрядчик идет с запозданием. Есть опасения и срывы графика. Сегодня разобраться в проблемах на место приехала глава города Елена Лапушкина. Все дело в кровли. Ее должны были сдать уже давно, но у строителей это еще только в планах. То есть это вот два дня у нас. До 20-го мы закончим полностью. 162-я Самарская школа расположена на улице Елизарова. Год постройки 1961-й. Капитальный ремонт стартовал в прошлом году. Срок исполнения всего контракта 31 августа 20-го. Причем завершение работ власти ждут 28 августа, чтобы успеть все отмыть, завести мебель и оборудование. Для этого подрядчик переходит в усиленный режим работы. Школа номер 162 у нас была закрыта на капитальный ремонт, усиление конструкции, полностью замена фасада, крыш, ну и, конечно, внутренние отделки. Сейчас мы просим подрядчикам, прошло совещание, началось в 7 утра, и мы просим подрядчикам перевести работу на круглосуточный режим, увеличить количество работников, потому что двери школ должны быть открыты для детей 1 сентября. 1 сентября в этом году особый день знаний. Из-за самоизоляции вынужденные каникулы продлились почти 5 месяцев. Для детей будет настоящим праздником встретиться в стенах обновленной школы с учителями и школьными друзьями. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Стало известно причины отравления детей в лагере «Волгаренок». Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы еды и воды в учреждении и выяснили, что сотрудники нарушали правила гигиены. Причина плохого самочувствия у воспитанников – еда, которую готовили в столовой. Напомню, 14 августа отдыхающие пожаловались на боли в животе и рвоту. Медики обследовали детей, троих госпитализировали. По решению Роспотребнадзора сейчас лагерь закрыт. Как предотвратить подобные ситуации с представителями комбинатов школьного питания и директорами лагерей, обсудила руководитель департамента образования Самары Елена Чернега. Наша с вами сейчас задача завершить лето 2020 года не только на достойном уровне по системе воспитания, но и сохранить здоровье всех участников данного процесса. В отношении центра «Волгаренок» и директора лагеря возбуждены дела об административном правонарушении. Вручен протокол о временном запрете деятельности, а также направлены материалы в суд на закрытие этого учреждения. В отношении организатора питания также будет возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарного законодательства. Сейчас городские власти проводят проверки в других детских лагерях, главным образом оценивают состояние пищеблоков. На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии обсудили подготовку территорий у школ и детских садов к новому учебному году. До конца недели состоится комиссионный объезд городских территорий. Отдельное внимание учебным заведениям, муниципальные предприятия, районные власти и управляющие компании в зависимости от зон ответственности должны привести в порядок дороги и тротуары возле образовательных учреждений и других объектов социальной сферы, убрать мусор с территории школ, если это необходимо, а также скосить траву. Итоги этой работы подведут в понедельник на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Что проверяется? Проверяется состояние подъездных путей, проверяется санитарное содержание территории и проверяется покос травы. Более 1700 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность на избирательных участках в единый день голосования 13 сентября. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии в городской администрации. Участники также обсудили подготовку школ к учебному году. Насколько безопасное образовательное учреждение узнала Лариса Шлафаст. Системы пожарной безопасности и оповещения проверены. Кнопки вызова полиции исправны. Самарские школы готовы к новому учебному году. Накануне старта образовательного процесса все учреждения проверили специальные комиссии, в которые вошли представители городских властей и экстренных служб. Начиная с сентября будет усилен пропускной режим. В целях обеспечения безопасности и права порядка будут усилены имеющиеся посты охраны и пропускной режим. В срок до 31 августа будут проведены инструктажи с работниками по соблюдению и обеспечению внутриобъективного, пропускного и противопожарных режимов. Особое внимание глава города поручила уделить состоянию подъездов к школам. Пешеходные переходы и ограждения должны быть в хорошем состоянии, а территория убрана. Еще одна тема повестки заседания – безопасность на избирательных участках. В единый день голосования, 13 сентября, ее будут обеспечивать 1749 сотрудников полиции. Накануне голосования все помещения проверят кинологи. Везде будут установлены металлодетекторы. Особое внимание уделят и пожарной безопасности. По приемке участковых избирательных комиссий, это уже у нас традиционно и заведено, принимать участковые избирательные комиссии совместно с внутригородскими районами. В каждом районе создана группа содействия избирательным комиссиям. Председателем, как правило, этих комиссий является глава района и с территориальными избирательными комиссиями, потому что требования все равно и с пожарными, безусловно, с МЧС. Все участковые избирательные комиссии необходимы проверить. Также на всех избирательных участках будет действовать масочный режим. Помещение обеспечит санитайзерами. Обязательно будет и социальная дистанция. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В Самаре родители близнецов первоклашек получат дополнительные выплаты. Какую сумму дадут на каждого ребенка, расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! В эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шлафаст. Цены на черное золото сегодня растут. За баррель марки «Брэн» дают 45 долларов 50 центов. Валюта прибавила в цене. Официальный курс доллара на 19 августа, установленный Центробанком, составляет 73 рубля 43 копейки. Евро 87 рублей 34 копейки. Названо время самых высоких цен в России. Это период с февраля по март 2021 года. Прогноз по будущему пику инфляции дал замглавы Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, рост инфляции будет постепенно ускоряться до конца этого года. И к концу января достигнет уровня 4,2% годовых. Против текущих 3,4%. В Минтруде рассказали, на что чаще всего россияне тратят материнский капитал. По данным ведомства, 61% семей использовали деньги на погашение ипотеки или покупку жилья. 28% или 155 тысяч семей подали заявление на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств мат-капитала. Еще 11% или 62 тысячи владельцев сертификата оплатили им обучение своего ребенка. В Самаре родители близнецов первоклашек получат дополнительные выплаты на каждого ребенка по 5 тысяч рублей. Право на получение единовременной выплаты имеет один из родителей. При этом члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации и зарегистрированы по месту жительства в Самаре. Выплату предоставят один раз с 1 июля по 30 ноября. Оформить ее можно, обратившись в МФЦ. На этом сегодня все. Удачи в делах! В Самаре почтили память летчиков-испытателей. В доме на Садовой, где жили герои Советского Союза, открыли мемориальную доску. На открытии побывала Мария Левина. Для Игоря Буренкова сегодня день особый и ответственный. Ему выпала честь открыть мемориальную доску, на которой увековечна память летчиков-испытателей, живших в этом доме на Садовой. Среди этих людей родной дед Игоря Василий Буренков. Награжден орденами Ленина и боевого красного знамени, а также медалью за оборону Москвы и боевые заслуги. Ну, летчик-испытатель вообще звание такое необычное. Наверное, туда попадали люди, отличавшиеся самым высоким профессионализмом, мужеством, которые ежедневно рисковали жизнью. Ну, по сути дела, все его 50 лет, которые он прожил, были сопряжены вот с этим риском. Ну, очень отразно то, что мы сегодня увидим, что память еще раз увековечна, что память остается с нами. Вместе с Игорем Буренковым памятную табличку открыли дочери двух других летчиков – Владимира Комаровского и Дмитрия Чекалина. И зять второго стал инициатором установки мемориала. Владимир Кузнецов – супруг дочери военного летчика Чекалина. В память о любимом тесте полгода собирал документы и мемуары, в которых упоминается фамилия героя. Владимир Евгеньевич рассказывает, что тесть не любил говорить о войне. В одиночку играл в преферансе, слушал песню «Журавли». Свой боевой путь летчик начал в 1938-м в Китае. Принимал участие в войне с финнами, воевал на Ленинградском фронте, трижды летал на бомбежке в Кёнигсберг. Герой удостоен трех орденов Красного Знамени и столько же Красной Звезды. Они нужны для моей внучки, вон она, ей 8 лет. Для моего внука, ему 23 года. Мы скоро уйдем и с собой внесем эту память. А так, она вот. Теперь к дому с большой историей, в стенах которого жили герои Советского Союза, будут водить пешие экскурсии для школьников, чтобы память о героических земляках не канула в лету. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Участники Самарского поискового отряда «Сокол» узнали о судьбе без вести пропавшего офицера Красной Армии Владимира Матросова. Активисты выяснили также его место захоронения. Документы с информацией о боевом пути мужчины вручили родственникам. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Владимир Матросов родился в 1923 году, а в 1941 ушел на фронт. Сначала воевал в Белоруссии под Бобруйском, после участвовал в обороне Москвы и бился за свободу родины под Смоленском. Пропал без вести 9 марта 1943. С тех пор родственникам так и не удалось найти о нем хоть какую-то информацию. На помощь пришли активисты. Ребята из поискового отряда «Сокол» подняли архивные документы, в которых находилась полная информация о боевых подвигах Владимира Максимовича. Он был младшим лейтенантом на момент начала войны 457-го стрелкового полка 242-й стрелковой дивизии. Успел дослужиться до лейтенанта и, соответственно, в этом звании и в должности командира взвода он и погиб на Смоленской земле. Инициатором розыска Владимира Матросова стала его племянница. Она хотела принять участие в акции «Бессмертный полк», но выяснила, что никакой информации о дяде не знает. Благодаря активистам отряда «Сокол» спустя несколько месяцев удалось отыскать документы, а Матрос видит точную информацию о его последнем дне. Ребята большую работу провели. Для нас это очень важно, ценно, тем более такие праздники в эти дни. Очень дорого. Спасибо огромное. Обратиться за помощью к поисковикам может любой желающий. Ведь для этого необходимо оформить анкету-запрос и принести в штаб Дома офицеров. Позвонить по телефону или заполнить заявку на сайте организации. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается проект «Благодарю». Волонтеры принимают вещи, которые еще в хорошем состоянии, и передают их нуждающимся. Для размещения гуманитарного центра проекта администрация города выделила помещение. Где теперь принимают одежду благотворители, узнала Лариса Шалафаст. Просторное помещение и стеллажи от пола до потолка. В новом гуманитарном центре проекта «Благодарю» места хватит для большого количества вещей. Марина Березовская в благотворительной акции участвует регулярно. Приносит вещи, чтобы потом волонтеры отдали их нуждающимся. По большому счету, наверное, у каждого есть то, что он может отдать. То, что на сегодняшний день уже, скажем, не является частью моего гардероба, но находится в идеальном состоянии и может стать частью гардероба какого-то другого человека и получить вторую жизнь. И самое главное, что это помощь. Рука помощи, которую мы можем протянуть сегодня тем, кто в ней нуждается. Проект «Благодарю» существует в Самаре пять лет. В крупных торговых центрах установлены специальные контейнеры, куда люди могут принести ненужные им вещи и обувь. Самарцы с каждым годом все охотнее участвуют в проекте. У нас уже не только благотворительный проект, он еще и экологичный. То есть нам очень важно, чтобы вещи как можно быстрее находился хозяин. Раньше контейнер у нас заполнялся раз в месяц. Первый контейнер в 2015 году мы вынимали раз в месяц. А сейчас раз в день. Теперь у организаторов акции будет больше возможностей для сортировки и хранения вещей. Городская администрация предоставила благотворителям помещение в 56-м доме по улице Венцика. Помимо гуманитарного центра здесь разместится социальная швейная мастерская «Доброкомбинат». Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Стать музыкантом, спортсменом, художником или поэтом в свободное от школы время. Такая возможность есть у каждого самарского подростка. Детский образовательный центр Самарской епархии объявил о начале приема учеников на новый учебный год. Центр проводит обучение по 50 направлениям, а его филиалы есть в каждом городе и районе Самарской области. Олег Зверев ознакомился с работой центра и узнал, как стать его учеником. Для Володи Большакова сегодня предоставилась долгожданная возможность прийти в его любимый образовательный центр. Вместе с мамой Татьяной они подают заявление на новый учебный год. Семье трое детей. На дополнительные занятия все приходят с удовольствием. Мы поем руссконародные песни и танжуем чечетки и преседку. 1 сентября детский образовательный центр при Самарской епархии снова открывает свои двери после вынужденного перерыва из-за противоэпидемических мероприятий и приглашает новых воспитанников. Для детей от 4 лет это не просто увлекательное путешествие в мир знаний и навыков, которые не преподает в школе. Здесь есть уникальная возможность получить дополнительную специальность, которая, как часто бывает, становится основной. Чаще всего никто не думает учиться на поэта или боксера. Все это обучение сверхшкольной программы. А педагоги умеют сделать, чтобы интересно было каждому. Здесь очень внимательно подходят к выбору персонала учителей, в том плане, что они не только хорошие специалисты, но и видно, что они детей очень любят. Кроме того, основной принцип обучения – христианские заповеди, такие как «не укради, не убей, возлюби ближнего». Преподают здесь и библейскую историю. К слову, в отличие от современной России, в западных странах ее знают все. Сестры Кудряшовы, Мария и Варвара ходят в центр уже не первый год. Я сюда хожу пять лет, четыре года из них я занимаюсь хором, также хожу на вокал и на фотодело. Еще я закончила воскресную школу. И вот, допустим, в школе нет воскресной школы, а здесь она есть. И это очень хорошо, потому что мы узнаем в школе обычную историю, а здесь историю створения мира и так далее. Я хожу на хор. Я сначала ходила в младшую группу, а теперь хожу в среднюю. Еще хожу на танцы. Более 18 тысяч детей и подростков посещают детский и пархиальный образовательный центр. Но он может принять и больше. Это разветвленная сеть филиалов, которые открыты в каждом городе и районе Самарской области. Сейчас идет приемная кампания, принимают всех желающих. А возможности у центра большие. Здесь учат петь, танцевать, рисовать, заниматься рукоделием, спортом. Воспитанники выступают на больших сценах, ездят на конкурсы и соревнованиях в разные города. Завоевывают кубки и дипломы, участвуют в военно-патриотическом движении, выходят на туристические тропы. Даже если это не станет призванием всей жизни, неповторимые детские годы точно пройдут интересно. В арсенале центра более 50 направлений работы преподают высококвалифицированные педагоги. Дополнительное образование – это такой условный термин, потому что для многих детей, которые начинают заниматься музыкой, танцами, спортом в детском возрасте, в дальнейшем это становится профессией и деятельностью всей их жизни. Всех, кто считает нужным дать своему ребенку дополнительные возможности самореализации и занять его интересным делом, ждут в центре, филиал которого расположен в каждом районе в шаговой доступности. Выбрать ближайший и узнать адрес и номер телефона можно на сайте, который указан на экране. Олег Зверев, Константин Головин, События. Долгий путь в Самару. Спустя 8 месяцев в местный океанариум смогли добраться редкие краснокнижные выдры. Откуда они прибыли и чем уникальны? Об этом наш следующий сюжет. За последние 30 лет популяция этих хищников сократилась на треть. Сегодня гладкошерстные выдры на грани вымирания. Они занесены в Красную книгу. Сохраняют животных в искусственной среде. Эти четыре выдры – иностранки. Они родились в Великобритании, затем прибыли в Чехию и 8 месяцев ждали переезда в Россию. Из-за пандемии и ограничений международных авиарейсов пришлось задержаться. Теперь три самца и самка живут в Самарском океанариуме. В нашей стране это редкие гости. Встретить гладкошерстную выдру в российской природе невозможно. Они обитают только в Юго-Восточной Азии и в Индии. Между тем это очень общительное, контактное животное, а также очень любопытное. Длинный хвост и перепонки на лапах позволяют выдре ускоряться и с легкостью лавировать под водой. А специальные клапаны в ушах и носу перекрывают проникновение воды во время ныряния. Эти представители куньих могут находиться как под водой, так и на суше. Они непревзойденные пловцы и охотники, причем все делают сообща. У них очень высокая степень организованности. То есть, если перевести на человеческий язык, работают в команде. То есть один где-то что-то увидел, тут же зовет других, другие подбегают. И вот у них совместная охота, совместное проживание. Впрочем, в океанариуме охотиться не приходится. Здесь кормят по расписанию. За раз одна особь съедает 300 граммов пресноводной рыбы. Питаются три раза в день. На этот раз в меню речной карп. Практически все время выдры резвятся и играют к людям, относятся приветливо. Сейчас этим особям три года. В искусственной среде они могут прожить до 15-16 лет. В природе гораздо меньшее загрязнение окружающей среды, рыболовство и международная торговля ценными шкурками этих животных подвергают вид гладкошерстных выдр серьезной опасности. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В этом году Самара осталась без поволжских сезонов Александра Васильева. Ежегодно в октябре в городе проходит фестиваль моды и театрального костюма, который стал уникальной традицией Самарской губернии. На протяжении 19 лет он ежегодно собирал участников, экспертов и гостей со всей страны и из-за рубежа. Но в связи с пандемией Оргкомитет перенес 20-й юбилейный международный фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны» на осень следующего года. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере и подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Телеграм-канал Телеграм-канал